Для участия жителей Приднестровского региона в выборах президента Молдовы может быть открыто меньше избирательных участков. ЦИК предлагает всего 31, на 11 меньше, чем на парламентских выборах 2020 года. По словам вице-председателя Центра избиркома Павла Постики, это не окончательное решение. ЦИК на данном этапе лишь вынес на публичные консультации, обнародовала предварительный список, он не является окончательным. Это вынесено на публичные консультации, чтобы заинтересованные стороны выдвинули предложения, основанные на положениях законодательства, которые подтверждают необходимость либо увеличения, либо сокращения количества избирательных участков. Между тем, публичные консультации по открытию избирательных участков за рубежом ЦИК проводить не собирается. На вопрос, предусмотрено ли сокращение числа участков для избирателей из-за границы Постика не дал определенный ответ. Для диаспоры тоже будет меньше участков по сравнению с предыдущими выборами. Речь не о том, больше или меньше. Речь идет о публичных консультациях по определенным проектам. Это я имею в виду. Такого раньше не делали. В то же время председатель ЦИК Анжелика Караман ранее заявила, что на выборах 20 октября за рубежом будет открыто больше избирательных участков, особенно в регионах, где на предыдущем голосовании была зафиксирована высокая явка. Между тем, опыт предыдущих лет показывает, что жители Левобережья Днестра также активно участвуют в выборах, а на некоторых избирательных участках даже наблюдались длинные очереди. По сообщению ЦИК решение об организации участков для голосования на выборах 20 октября будет принято до 15 сентября. Отметим, что для граждан с правом голоса, проживающих в населенных пунктах Левобережья Днестра, в муниципе Бендера и некоторых населенных пунктах Каушанского района, ЦИК раньше открывал 42 избирательных участка, на которых явка составляла около 32 тысяч человек.